Для тех, кто уже перешагнул возрастной порог безоговорочной веры в Деда Мороза, преддверие новогодних праздников – это хороший повод подвести итог. Оглянуться назад, вспомнить все хорошее, произошедшее в уходящем году, суммировать те перемены, большие и маленькие, которые произошли в нашей жизни. Мы надеемся, они все были обязательно к лучшему. Большая перемена в эфире телекомпании ТВИН. Здравствуйте, ведущий проекта я, Игорь Гурьянов. Внимательный зритель уже наверняка заметил и запомнил, что наш проект не имеет фиксированного формата. Он живой и подвижный, мы специально так делали. И сегодня у меня есть целый перечень информационных поводов эту серию большой перемены посвятить всего одному событию, которое в данный момент происходит в зале пленарных заседаний Магнитогорского городского собрания депутатов, где наши городские народные избранники собрались на заключительное пленарное заседание для того, чтобы подвести итог, оглянуться назад, суммировать большие и маленькие перемены, но обязательно к лучшему, которые состоялись в нашей жизни. Обязательно расскажем, обязательно покажем во всех красках и, что называется, до последней буквы. Сразу отметим, это заседание транслировалось в прямом эфире не только на нескольких сайтах, к чему горожане уже привыкли. Впервые в истории телекомпании ТВИН мы опробовали новый формат – трансляцию на нашем телеканале. Опыт оказался удачным, формат – востребованным. Будем оттачивать техническую сторону вопроса. Но это уже в следующем году. Еще один инфоповод также напрямую связан с медиапространством. Журналисты с особым трепетом ждут финального в году заседания. Шутка ли – получить заслуженную награду и снискать аплодисменты у людей, принимающих судьбоносные решения для всего города. Едва ли не единственный в стране муниципальный баттл «Акул пера и микрофона». В этом году собрал 160 материалов, 46 авторов в 14 номинациях. Арифметика, пусть даже конкурсная, не в силах подсчитать уровень эмоций с осязания сопровождавшей. Страсти позади, столь долгожданное оглашение результатов. Так, журналистом года впервые с 2014 года становится корреспондент газеты «Магнитогорский рабочий» Смирнова. Она же куклина Елена Валерьевна. А как вы считаете, газета, напечатанная на бумаге, можем ли мы ее рассматривать как классику жанра? Все непременно. У нас даже одно время дизайнеры делали такие ретро-картинки с «Магнитогорским рабочим», потому что и наша газета действительно с 30-го года существует. Поэтому, да, она давно стала классикой. Даже наша газета, не говоря о каких-то более возрастных изданиях. В дальнейшем творчество, продолжение интересных тем, новые открытия. Вот за что люблю свою профессию, за то, что каждый день она дарит мне новые открытия, поскольку в этой жизни меня движут любопытство, любознательность, желание вот познавать каждый день что-то новое. Приятно смотреть передачи этого автора и даже пересматривать их. Сама она себя называет психологом. Кстати, и имеет второе высшее образование именно по этой специальности. А для нас она журналист года. Ткач Елена Сергеевна, телекомпания ТВИ. Какой-то такой подробный, красивый не возникло, но возникли аналогии. Что объединяет журналистов и вас здесь, сидящих депутатов. Ну, как бы не очень много, наверное, положительных оценок мы слышим. Чаще нас ругают. А очень приятно, когда благодарят, награждают. И очень приятно, что вы оцениваете наш труд. Ну и спасибо традиционно, наверное, коллективу вам за то, что оценили, за эту премию, за теплые слова. И спасибо моей телекомпании, которая мне помогает, моим коллегам. Спасибо. На правах двукратного обладателя похожего диплома и постоянного участника поздравляю с победой. И не могу не спросить, что для тебя это награда и что для тебя участие в этом конкурсе. Нужен ли этот конкурс нам в городе? Мы все отдаем работы на конкурс, и тем не менее все с затаенным желанием смотрим, победил или не победил, оценили тебя или не оценили. Ты знаешь, вот так же ехала в машине, рассуждала и думала. Вот очень как-то непрезентабельно звучит фраза «Сколько ты стоишь?». Но тем не менее, вот если анализировать, да, все слова образования, свою ценность иногда все-таки важно чувствовать от окружающих. То есть, да, внутренние опоры, они в нас, наша уверенность, наши зрители, но и окружение дает ту самую уверенность, что ты делаешь нужное дело, не знаю, важное. Вот как-то так. Персоной года в журналистике стала Алла Каньшина «Магнитогорский металл». Далее последовало рассмотрение вопроса гораздо более важного, но столь же позитивного – исполнения текущего и принятия бюджета на следующий год. Здесь цифры вселяют уверенный оптимизм. Доходы этого года увеличены почти на миллиард. Деньги пойдут на приобретение новых трамваев. Благоустройство сквера, на нужды управления образованием. Мы снова и обоснованно повторяем самую популярную фразу в разговоре о городской казне. Бюджет города продолжит нести ярко выраженную социальную направленность. Расходы бюджета города на ближайшую трехлетку предусмотрены в следующих суммах. На 2022 год они составят 17,898,2 миллиона рублей с переростом к первоначальному плану 2021 года 11,4%. На 2023 год расходы составят 16,423,3 миллиона рублей. И на 2024 год 16,270,6 миллиона рублей. Сумма действительно впечатляет. Мы впервые принимаем расходы бюджета в такой большой сумме – порядка 18 миллиардов рублей. И что могу сказать? Работы будет очень много. Мероприятия намечены на всю эту сумму. Естественно, здесь исполнительной власти нужно, как сказать, эффективно, качественно и срок выполнять все работы, провести все процедуры, чтобы мы смогли уже в будущем году использовать получившуюся экономию. Мы сохранили все льготы. Все, что было в этом году, у нас переходит в следующий год. То есть все социальные выплаты. Дети будут также получать у нас бесплатное молоко первые классы. Горячее питание. То есть, в принципе, все, что касается жителей города, никаких изменений в худшую сторону у нас нет. Цифры оптимистичные. Мы растем, мы делаем все больше и больше. Также будут продолжаться ремонты дорог, благоустройство скверов, парков. То есть, планируется строительство детского сада в 147 микрорайоне. Бюджет оптимистичный. Работы будет очень много. Ну, и я надеюсь, что мы совместными усилиями все выполним. Уже два года мы живем в условиях пандемии коронавируса. Все это время депутаты держат руку на пульсе. Каждое пленарное заседание заслушивают доклад главного медицинского чиновника Елены Симоновой. Да, мы стали привыкать к страшным новостям с пометкой «Ковид». Количество коек и госпитальных баз, статистика смертности и число вакцинированных, меры предосторожности и порицание нарушителей базовых санитарных правил. Очные заседания «Маска». Конечно, все устали. Предпраздничный формат проведения не помешал депутатам самым серьезным образом ознакомиться со свежей ковидной статистикой. Здесь мы слово «оптимизм» снабдим определением «осторожный». Уровень заболеваемости падает, но не дает поводов для самоуспокоения. Напомню, что максимальное количество развернутых коек в течение 2021 года было 1381, а в прошлом году 1470. Ну и все они были заполнены. На сегодняшний день развернуто 190 коек для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. В первой городской больнице 170 и в Центре охраны материнства и детства 20 коек. Из них 15 для детей и 5 для взрослых, сопровождающих своих деток. Мы продолжаем вакцинацию жителей города Магнитогорска. Вакцинируем и переболевших, и повторно вакцинируем в соответствии с временными методическими рекомендациями. Тоже существуют по вакцинации. Для проведения вакцинации жителей нашего города организованы и работают 20 пунктов. В поликлиниках четырех наших медицинских больниц, в первой, в медсанчасти, во второй и в третьей работают 9 стационарных прививочных кабинетов. В приемном покое хирургического корпуса первой городской больницы работает круглосуточный пункт вакцинации. Также проводится бесплатная вакцинация от COVID-19 сегодня в шести торгово-развлекательных комплексах, в гостином дворе, в континенте, в ленте, в тройке, в палладе и в доме. На сегодняшний день там привито 25 100 человек. Если продолжать социальную тематику заседания, то нельзя не упомянуть такой важный вопрос, как льготное питание школьников. Здесь и федеральные, и региональные власти, а также муниципалитет Магнитогорска единодушны, на детях не экономен. Наоборот, расходы на этот вид социальной помощи будут существенно увеличены. В связи с распределением средств федерального и областного бюджетов на 2022 год на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование, а также увеличением стоимости наборов продуктов питания на одного обучающегося специальных коррекционных учреждений в сутки в зависимости от возраста и времени нахождения в организации, предлагаем внести изменения в решение городского собрания от 28 сентября 2021 года номер 199 с целью увеличения сумм размера социальной поддержки обучающихся за счет средств федерального и областного бюджетов. Когда-то весьма популярной была шутка про то, что малому бизнесу не надо помогать, главное не мешать. В корне неверное суждение, чему подтверждением стал вопрос повестки, касающейся так называемых нестационарных торговых объектов. Решением собрания отныне торговли в нестационарных объектах могут заниматься не только юридические лица и индивидуальные предприниматели, но и те, кого принято называть самозанятыми. Таковы в городе на сегодня 8650 человек. Поэтому вопрос весьма актуальный. Напомню коллеги, что самозанятыми можно стать, если вы оказываете услуги самостоятельно или продаете товары собственного производства, не нанимая работников. При этом ваш доход составляет не более 2,4 миллионов рублей в год. Но мы считаем, что предоставление нестационарных объектов большему, чем на сегодняшний день кругу лиц, позволит стимулировать предпринимательскую активность в нашем городе. Уже под занавес заседания глава города Сергей Бердников поздравил депутатов с наступающим праздником и поблагодарил за совместную конструктивную работу. Мне бы хотелось поблагодарить всех присутствующих, всех депутатов. Мы действительно в течение года, я считаю, очень продуктивно поработали, потому что фактически реализованы практически все наши намерения. И это стало, конечно, возможным, в том числе в прямой зависимости от работы депутатского корпуса. АПЛОДИСМЕНТЫ Глядя на эти исторические фотографии, как не вспомнить моего друга и коллегу Лену Ткач, которая на церемонии награждения сказала, что у нас журналистов и у депутатов очень много общего. В частности, наши адресаты, люди, жители города, весьма и весьма скупы на положительные оценки. Все чаще ругают, критикуют. Я лично чего только не наслышался за 25 лет совместной работы с депутатским корпусом. Да-да, вы не ослышались. Представительному органу власти города Магнитогорска в этом году исполняется четверть века. Мощнейшее историческое событие. Но в связи с этим событием я далек от мысли хвалить себя. Я считаю некорректным рекламировать депутатов. Я бы хотел вспомнить слова великого русского философа Николая Бердяева, который как-то сказал о том, что государство, власть созданы не для того, чтобы сделать рай на земле. Задача государства и власти не допустить ада на этой земле. И вы знаете, мне кажется, у нас получается. Ну вот, казалось бы, и все. Но, как говорят в таких случаях, не спешите переключать канал. Александр Олегович, постоянные зрители нашего проекта «Большая перемена» не простят меня, если я их оставлю без поздравления с наступающим годом из ваших уст. Что бы вы хотели пожелать горожанам? Столько здоровья в наступающем году, чтобы все были живы и здоровы. И, наконец-таки, избавились от этого атрибута, от масок. К сожалению, и зимой, и грядущей весной этого навряд ли удастся сделать. Но хотя бы к концу 2022 года, если мы избавимся от пандемии, будет очень здорово. А пока она есть, будем соблюдать все нормы и правила и беречь себя и своих близких. Будьте здоровы, дорогие магнитогорцы. И вас с наступающим Новым годом, Александр Олегович. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин